Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, вы смотрите программу «Счастливая женщина». Сегодня у нас необычная, очень интересная тема. Мы будем говорить о женских секретах. Сегодня, конечно же, одеваться от автора было, есть и будет всегда самое престижное, потому что он чувствует вас, он понимает вас, он создает все, что как бы трендово и получается тот образ, который вы ждете. А каждый из нас ждет, чтобы она была выделена. Вот просто. Мужчина же не понимает, вот он говорит, либо вкусно, либо невкусно. То есть он не может оценить в платье, в костюме, в юбке. Он только может сказать «очень, не очень». Все, а мы же об этом забываем. Мы же, вот говорим, холодно, значит, надо теплое, значит, надо объемное, значит, надо с большим количеством карманов, все расставать куда-то туда-сюда, все засунуть, все должно быть сразу на нас. Мы как те слесари, которые отсюда, оттуда, оттуда, везде достаем. Понимаете? А он-то фантазирует, а у нас-то какая цель? Действительно, у нас цель понравится мужчине. Почему я сегодня одела платья? Потому что мужчине нужно что-то одно открытое. Либо декольте, либо ноги, либо спина оголенная. Вот тогда ему вкусно, тогда ему хорошо, тогда он охотник, тогда он все проявляет. Фиолетовый – это значит «я очень правильная, серьезная». А ему так нравится взять эту крепость, поломать. Он же вот, понимаете, как к ней подойти так, а у него будет бесконечно рождаться куча эмоций для того, чтобы это завоевать. А розовый, розовый, кстати, актуален для всех. Сегодня он абсолютно в тренде. И будет всегда. Розовый в разном своей подаче по насыщенности. От девочек до взрослых очень женщин. Потому что розовый для мужчины – это защита. Это маленькая куколка. Я хочу помочь ей. То, что, собственно, нам нужно. Во-первых, позитив. Во-первых, отношения к жизни всегда на позитиве. Не обижайте и не обижайтесь. Это очень важно. Всегда поддерживайте свое общее здоровье. Почему я не начинаю именно с ухода за лицом? Потому что это важнее. Всегда смывайте на ночь косметику. Пришли домой, смывайте косметику. Никогда не оставляйте на ресничках, никогда не оставляйте на лице. Все, что должно быть убрано, лично должно отдыхать. Обязательно пользуйтесь очищающими средствами, следом тоником. Это очень важно. Многие уделяются зачем. Я же наношу прям за тем, чтобы выровнять кислоту кожи. И есть такие хитрые линии, умные линии. Они называются кептидные. Сейчас это на волне. Это верх косметики и инъекционных препаратов, и уходовых препаратов за кожей, наружных. Вот как бы ни было странно, но, например, самые сильные кустильные линии, они универсальны на соль, что, например, 1КМ, и не надо никакого типа кожи. Он знает, что ему делать. Он встраивается в те рецепторы и регулирует те рецепторы, с которыми проблема у меня лично, у вас лично. Не злух определяйтесь с оперативной косметикой. Лучше пользуйтесь, лучше купите себе хорошие уходовые препараты и немного декорации. Это будет больше для здоровья, больше для вашей красоты. Если вы хотите такой безупречный тон, который будет незаметен, он будет очень легким, никто не скажет, что он у вас есть. В данном случае я бы вам порекомендовала либо CC-крем, это крем-контроль цвета с увлажнением, либо BB-крем. Но хочу сказать, что вот профессиональной марке косметики, то есть я бы вам не советовала брать там тон, поскольку он направлен на стойкость, и он дополнительно забирает вашу влагу. То есть если вы 2-3 дня подряд будете носить этот крем, у вас просто кожа начнет очень сильно шелушиться. Так же наношу все от центра в сторону. Как нужно скорректировать темные круги под глазами? То есть важно в первую очередь правильно подобрать светоотражающий корректор. То есть я рекомендую все же флюидные корректоры, поскольку они отражают темные круги, и при этом они незаметны на коже. Корректор также хорошо использовать в области носогубных складок. Если вы, к примеру, хотите изменить форму губ, увеличить или уменьшить. И сейчас, вот для того, чтобы ваш макияж был очень быстрым, да, я слегка обмудрю кожу легкой прозрачной пудрой. От центра в сторону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь это макияж очень быстрый. Я сейчас прям очень кратко расскажу, вообще, что нужно, чтобы сделать макияж за 10 минут. Первое – это грамотно подобрать тон, корректор. У вас должны быть румяна, у вас должна быть тушь, тени должны присутствовать двух оттенков. Это сливочного цвета, такие натуральные, приближенные к цвету кожи. И оттенка чуть темнее, да, то есть это, ну, например, лесной орех. И лучше всего использовать тени матовых текстур, поскольку вы таким образом никогда не ошибетесь и сделаете новый хороший макияж. Помада либо блеск и рассыпная пудра. Вот это вот такой вот минимум инструментарий для вашего макияжа. И, конечно же, на следующих наших занятиях в нашем клубе «Ломан Секрет Скласс». То есть вы узнаете невероятные секреты макияжа, где у нас будут практики непосредственно со всеми участницами. Не только я знаю, вы тоже будете к этому участвовать. И поэтому я всех приглашаю вступать в наш клуб и уже преображать себя не только внешне, но и внутренне. У каждого из нас сформирована своя картина мира. Сформирована в прошлом, с нашего детства, нашими родителями. И эта картина мира уж такая, какая она есть. Но у человека, с которым мы находимся в отношении, эта картина может быть совершенно другая. И так как мы, во-первых, не умеем разговаривать, во-вторых, не умеем слушать, через некоторое время, когда начинаются спички, оказывается, что я только с нами не знакомилась. Поэтому мой совет, моя рекомендация всем – учитесь слушать собеседника и не бойтесь разговаривать. Ну, то есть я так понимаю, у нас дело состоялось не когда мы расстазались, когда нас услышали. Да, это как раз, это должно быть обойдено. А как раз в нашем спецназме мы будем с вами изучать, рекоментироваться, учиться именно слышать друг друга. Еще один важный момент. У многих есть дети. Учитесь слышать своего ребенка, пока он маленький, и дайте ему возможность высказываться, чтобы не накладывать на эту маленькую личность свои программы, как делали в свое время ваши родители. И часть программ, которые передали нам наши родители, они, наверное, не работают на сегодняшний день. И чтобы избавиться от этого дискомфорта, как многие приходят на прием, и я не могу понять, что со мной не так. Потому что программы, которые заложили раньше, они не работают, они устарели, они не влашают. Поэтому, когда растите маленькую личность, учитесь его выслушивать и дать возможность ему рассказать. Я напомню, что вы смотрите программу «Счастливая женщина» и беседуем мы с Еленой Лукмановой. Елена, здравствуйте. Елена Лукманова, директор модельного агентства, светская львица и телеведущая, самый известный стилист и имиджмейкер Уфы, автор проектов и организатор фэшн-мероприятий. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, что это такое, что это за женские секреты? Ну, женских секретов, на самом деле, очень много. И, наверное, моя жизнь, мое общение дало мне возможность сегодня попробовать себя в организации женского клуба. И у замужней, и у свободной женщины, одинокой, есть свободное время. Мы не знаем, куда и как его заполнить. А мы сейчас на основе моего опыта и опыта моих коллег предложим полноценное интересное общение. Так называемый закрытый клуб, именно по системе Мальтийского ордена он будет работать. То есть члены клуба будут иметь свои отличительные значки. И, соответственно, они будут знать программу, они будут знать, для чего они идут, что они хотят получить. Каждый эксперт и каждый спикер, который будет работать, он будет обязательно рассказывать о своем предмете в целом. И точно давать хотя бы один практический совет, который человек может запомнить и реализовывать для себя лично. То есть мы фактически предлагаем стиль жизни. Лена, а почему у вас родилась идея создания такого клуба? Вам не нравится то, что вы видите каждый день на улице, что-то хочется улучшить? Вот, скажу, наверное, с другой стороны. Хочется раскрыть. Нравится или не нравится, это мое субъективное мнение, я не могу судить об этом. А вот хочется улучшить однозначно. Хочется помочь понятию, например, такому, как дресс-код. Сейчас жизнь требует бизнес-ланчи, бизнес-завтраки, бизнес-встречи. Мы к этому потенциально не готовы. Мы, да, знаем, что нужно надеть платье в пол, какое-то нарядное платье. А чем отличается нарядное от коктейльного платья? Вот такие тонкости, нюансы. Наверное, я могу себе позволить, потому что у меня большой жизненный опыт. Я в мире моды существую огромное количество времени. Я хочу просто поделиться, раскрыть. Возможно, мне нужно написать книгу. Возможно, мне, кстати, сейчас очень многие это предлагают. Ну, наверное, для этого нужно созреть. Вот для клуба я созрела. И заявить себя сегодня не как руководитель модельного агентства, не как режиссер, не как телеведущая, а именно как опытная женщина с чувством вкуса, которая всегда на всех мероприятиях одета правильно по дресс-коду. Потому что мне это очень важно. Я считаю, что это мой посыл к миру. Я так живу. Я люблю жизнь. Я хочу, чтобы эту жизнь полюбили все остальные. Лена, замечательно. А какие темы еще будете обсуждать в женском клубе помимо моды? Будет очень много спикеров, которые достигли огромных результатов и которые могут поделиться своим и профессиональным, и жизненным опытом. Мы будем изучать, естественно, кулинарное искусство и те рецепты, эти хитрости, которые тоже влияют на мужчину. Ну, кроме того, что мы, конечно же, не отойдем от инкогнито и тайны, которые любят все, особенно девочки и девушки, и женщины. Это нумерология, это космоэнергетика та же, это психология воздействия, значит, запахов, диетологию. Мы будем знать, как можно красиво оформить свое жилище. И самое главное, то есть это будет очень много направлений. Это будет направление и фитнеса, и стоматологии, и психологии, и, значит, мейкапа, и визажа, и актерского искусства, и умения, в принципе, начать петь и танцевать. То есть все, что касается, что жизнь предлагает, все мы затронем. Но самое главное, если вы не станете, и, конечно же, не будете за эти лекции специалистом, но вы точно можете уже профессионально выслушать людей, которые вам будут предлагать свои услуги. А это очень важно. Очень много специалистов, все красиво говорят. И человек поддается, не зная предмета. Вот вы будете знать те определенные точки каждого предмета, и то, кто вам будет предлагать, вы уже поймете. На самом деле он специалист, или он просто очень красиво умеет это представить. Лена, скажите, а когда будут проходить занятия, и в каком формате? Как сегодня? Да, это будет воскресенье, потому что, ну, пятница, как правило, это отдых от трудовой недели, суббота, это, как правило, какие-то семейные праздники, торжества. А вот воскресенье три часа можно себе любимое посвятить. Будь то это, значит, медитация в тай-спа, либо мы пройдем уроки настоящего пармейстерства и хамама истинного, либо мы возьмем себе зал и устроим себе минуту славы. А об этом мечтает каждый человек и имеет право на это. Лена, еще один вопрос, конечно же, я думаю, все уже заинтересовались, как к вам попасть в этот клуб. Ну, как с точеном клуба, но я думаю, что однозначно мы еще проведем не единожды такие открытые мастер-классы, как сегодня, но и, слава богу, есть любимый канал ЮТВ и программа «Идеальная женщина». Ну, на самом деле, это достаточно просто, да? Нужно узнать информацию, написать, позвонить и зарегистрироваться. Конечно, нужно просто сначала просто вас желать, а все остальное пути открыты абсолютно. Спасибо вам огромное. Я думаю, что будет очень интересно всем, нашим дорогим женщинам, так что присоединяйтесь к клубу «Women Secrets». Это была программа «Счастливая женщина». Оставайтесь на телеканале ЮТВ. Я обязательно приду на следующую встречу. Очень интересно, на самом деле, находиться среди профессионалов, среди специалистов именно в женской индустрии. То есть, мне очень интересно, очень нравится, очень кайфово, очень приятная, теплая атмосфера. Безумно нравится энергетика, то, что Елена несет посыл такой добрый, человечный и желание сделать мир лучше. Рекомендовала бы как для молодых женщин, так и для женщин с детьми, потому что очень практичные советы. Ну и в целом для женщин, которые любят и уважают себя. Какой должна быть женщина? Я для себя, господи, боже мой, такие вещи узнала. Хотя прошло много тренингов, но именно сегодня я поняла, что быть слабой женщиной немодно и, самое главное, неэффективно. Мейкап мне очень нравится, потому что я не умею вообще пользоваться косметикой, поэтому для меня это очень важно. Хочу имидж изменить вот здесь, поэтому вступаю в эту группу. Ну в целом мне очень понравилось. Понравилось про то, как рассказывали про визаж, про то, какой женщина должна быть. Много нового интересного для себя узнала. Такие темы, которые учат женщин любить себя прежде всего и ухаживать за собой, чтобы мы всегда были красивые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова